Всем привет, с вами снова ваша Даша, и по вашим просьбам я решила продолжить рассказывать про разработку своей настойной игры. Кто не видел первый ролик, советую для начала глянуть его, я оставлю ссылку в аннотации. И сегодня мы приступим к разработке дизайна карт. Знаю, знаю, геймплей игры часто считаю самым важным в карточных играх, но мне кажется дизайн тоже очень-очень важен. Пока коробку трогать мы не будем, о ней расскажу отдельным блоком, и для начала давайте посмотрим, из каких элементов вообще состоит игральная карта. Во-первых, у карты есть лицевая часть и наша изнанка, которую называют рубашкой. На рубашке чаще всего есть лишь какая-то иллюстрация с названием игры или названием колоды, и она редко имеет какие-то важные для геймплея обозначительные символы. А вот на лицевой части обычно располагают все, что нужно во время партии нашему игроку. Тут у нас есть блок с названием карты, иногда описание, есть отдельные отметки силы карты, а также функции, ценность, дополнительные бафы, дебафы. Иногда у карты есть рамка, значки, конечно же иллюстрации, фоны, персонажи, которые отрисовываются отдельно для каждой карты под ее характеристики. И сегодня я вместе с вами на базе своих карт разберу все эти элементы. Единственное, что я сегодня не затрону, это фоны и персонажи, так как о них я поговорю в отдельном ролике. Но если у вас в этом направлении есть проблемы, то я вам советую обратить внимание на школу Digital Art Club, где стартовал набор на два курса по цифровой живописи и анатомии. На курсе цифровой живописи вы изучите технику работы от пятна, разовьете цветовосприятие и с легкостью вольетесь в мир цифрового рисунка, что позволит вам уже сразу после курса создавать собственные качественные работы. А второй курс анатомия подарит вам свободу при рисовании персонажа из головы. Курс заточен на развитие понимания анатомии без зубрежки. Вы очень сильно поднимите качество своих работ и начнете получать удовольствие от процесса. Вы не только изучите все мышцы, но и начнете понимать, как они работают. На 13-й поток, который стартует уже 20 сентября, действует скидка 20% по промокоду SNELL13. Она распространяется на оба курса. А также вы получите скидку в 10% на все последующие потоки. Очень отличный повод начать изучать что-то новое. Ссылочку на школу вы найдете в описании этого ролика. А теперь давайте приступим к работе. И я предлагаю начать с базы. База это стандартный набор характеристик нашей карты. Где мы должны решить, во-первых, какой будет размер нашей карты. Кажется мелочь, но это на самом деле очень важно. Мы должны решить, карта будет квадратная, прямоугольная, узкая или широкая, или может вообще круглая. Можете вырезать или взять уже готовые карты из других наборов игровых. И посмотреть, какие вам больше нравятся. Какие вам комфортнее держать в руке. Где вам не нужно всматриваться, чтобы увидеть какие-то элементы. Запомните это, потому что это вам пригодится. Вы можете это использовать у себя в картах. Также нужно решить, будут ли наши уголки прямыми или закругленными. Чтобы при разработке дизайна учитывать это. Еще про размер карт. Часто карты по важности также отличаются и по размеру. Грубо говоря, карты, которые у нас большие, это основные карты. А дополнительно у нас меньшего размера. Это мелочь, но вы можете это использовать в своей разработке. И лишний раз таким образом вы можете сэкономить на печати и сохранить деньги на что-то другое. С базой разобрались. Теперь время рубашки наших карт. Как и сказал, рубашка чаще всего не имеет никаких важных обозначений, которые влияли бы на геймплей игры. Максимум, карты могут относиться к разным колодам, что стоит сразу указать. И советую также различия указывать не только текстом, но и фоном. Чтобы игроки даже просто по цвету понимали, что, например, оранжевые рубашки, это у нас карты действия. А фиолетовые, это карты персонажей. По поводу текста, если он у вас есть. Сразу учитывайте его при разработке иллюстрации. Советую решить, где он будет располагаться, чтобы фон под этой областью не был с излишкой каких-нибудь деталей. Иначе ваш текст будет плохо читаться и станет кашей. А также не забывайте примитивное правило дизайна. Не больше одного нестандартного шрифта на область. Ваш креатив порой может быть излишним. Как, например, вот карты из настойной игры Рикки Морти. Лого у нас одним шрифтом, нестандартным. Стандартные, если что, это обычные шрифты, типа Ариал, без засечек или лишней ерунды. Дальше под лого у нас капсом идет второй шрифт. И снизу снова нестандартный шрифт, тоненький, тоже капсом, с третьим текстом. Зачем это все сделали? И я хз, если честно. Выглядит, мягко говоря, ну так себе. Реально странно. И никакого по факту смысла этот текст почти не несет, кроме названия, что это карта персонажа. Вот остальное можно выкинуть. Ничего не изменится. Это просто каша и выглядит так, как будто бы, знаете, очень спешили. Нужно было сделать фон. Не знали, как сделать. Было лень. И просто такие, а давайте запихнем все, что можно. Начиная от логотипа. Какой-то всмотреть все. Смортить, всмортить все. Что это несет? Ну честно, зачем это? Я не хочу как бы наезжать. Но правда, это лишнее. Imaginarium в этом плане намного лучше выглядит. Фон, в отличие от карт Рикки Морти, не мешает тексту. Потому что у Рикки Морти какой-то странный паттерн сзади, который перебивает текст. Ну как минимум лого. И за счет этого нужно было сделать прям какую-то подсветку странную. Ну честно, я не понимаю. Тут же как бы и сам шрифт лаконичный. И он в стиле вообще всей игры. Фон тексту не мешает. Все окей. Как бы вообще вопросов нет. Вот такой дизайн, окей. Вот такой, ребят, честно, не окей. Это мое мнение. Если вам нравится наоборот, напишите об этом в комментариях. Мы немножко с вами поспорим. Еще момент. Если у вас есть много карт определенной группы, которые немного отличаются, но вы не хотите добавлять, например, текст, то советую разработать для них общий дизайн, который будет отличаться какими-то лишь отдельными элементами или оттенками. Ну или цветами. В этом плане очень круто брать за пример рубашки карт в игре Хардстоун. Если вы посмотрите, там нет никакого, черт побери, текста, разного текста, который бы подписывал каждый из новых колод. Там все отличается. Именно рисунки как раз таки и остаются. То есть какие-то элементы лишь отличаются. Но основной принцип у карт один и тот же. Грубо говоря, там везде есть вот такие вот рамочки. Внутри есть элемент округлый. И в этом элементе есть определенный узор в виде улитки. И все эти наборы в принципе похожи, но при этом отличаются. И сразу понятно, что относятся к какой-то другой группе. Учитывайте это в своих разработках. Не всегда нужно все показывать и прописывать текстом. Люди как бы имеют глаза, иногда им визуально намного проще как бы отличать что-то даже по цвету. Честно, люди считают быстрее цвет, чем текст. Поэтому просто используйте это в своих разработках. Но важно понимать, что такой отличительный дизайн стоит делать только в том случае, когда это не повлияет на игру. Сейчас объясню на личном примере. У меня в игре всего два вида карт. Первая это карты персонажей, вторая это карты с предметами. На их примере я сегодня как раз таки и делаю все. Так вот, в наборе персонажей у меня есть пять биомов, которые в принципе, я думала, можно визуально показать не только с лицевой стороны, но и с изнанки. Но когда я начала думать, не повлияет ли это на геймплей, я пришла к выводу, что есть супер маленькая вероятность, где игроки, зная какая карта будет следующей, по рубашке смогут использовать это в свою пользу. И таким образом наперед знать, как им лучше походить. Поэтому я приняла решение не давать никому возможности настолько читерить. Хотя это в принципе могло бы быть частью геймплея, но я решила, что пусть все будет по-честному и никто ничего не будет знать заранее. Поэтому обложки для карт персонажей, несмотря на их разные биомы, у меня будут одинаковые. В итоге я сделала набросок для карт монстров. Я просто изобразила монстра пай с глазами внутри, вдохновившись своим завтраком. Кто не в курсе, я в инстаграме часто публикую рецепты изи-завтраков, так что обязательно подписывайтесь на меня там, вдохновляйтесь. Возможно, вы тоже придумаете каких-нибудь монстров, монстра карты на базе того, что я готовлю. А вот для второй карты я сделала похожий дизайн, только уже с оружием. В принципе, это что-то похоже на Хардстоу, но в том же принципе, опять же, без текста, без логотипа, все понятно, два видокарт, ну, камон. По поводу размера. Так как основные карты в наборе у меня это карты персонажей, то они у меня будут большего размера, а карты с предметами будут немного поменьше. И там и там у меня будут закругленные углы, я сразу это учитывала, когда делала дизайн. И, как сказала, я не использую логотип, текст, так как он в моем случае реально лишний. Но если у вас много разных колод, которые отличаются по функциям, то можете подписать, и таким образом вы сделаете игру приятнее для потребителя, если вы никак не отличаете карты по обложке визуально. То есть можете отличать их визуально, как сделала это я, а можете подписать. Но я бы рекомендовала делать первое время. Так, с рубашкой вроде разобрались, теперь время самого сложного лицевой части. Первое, что я советую сделать, сразу выписать, что вам нужно указать на ваших картах. У всех это будет разный набор элементов, но плюс-минус какие-то вещи все же будут у нас совпадать. Например, название карты, оно почти всегда есть. Ее сила или цена тоже часто бывает. Описание карты тоже, возможно, будет у вас присутствовать. Какие ее типы. Когда вы выписали все элементы, отметьте для себя, какие из них самые важные. Ведь это поможет в будущем вашим игрокам. У меня на основных картах с персонажами получилось в списке вот такие элементы. Первое, название карты. В моем случае, название монстра. Второе, сила монстра. Третье, сила стаи. Четвертое, биом монстр. Пятое, действие карты. И шестое, описание карты. Если распределить по значимости, то самое важное у меня это будет сила карты и сила стая. Поэтому эти два элемента будут вынесены у меня крупнее, чем, например, название карты и действие карты. Описание конкретно у меня не важно, оно добавлено исключительно для погружения в лор игры и от него не зависит никак гипплей. Эту часть также можно сделать чуть поменьше. Название карты у меня тоже не важно, хотя иногда название бывает важным. Например, в настольной игре эпичные схватки боевых магов игрокам перед каждым ходом нужно произносить заклинания из названий карт, которые они кладут на стол. Там как бы нужно делать название покрупнее, чтобы это было читабельно. Думаю, смысл понятия. То есть, все самое важное, делаем крупнее, то, что нужно не так сильно для игрока, делаем поменьше. Теперь наши элементы нужно будет распределить. Не забываем, что у нас есть еще картинка и фон. Учитывайте это, потому что вы можете все как бы намешать и потом делать фон, и у вас просто фон и персонаж не ляжет на то, что вы придумаете. Я примерно набросала фигурами блоки, которые мне нужны. И для начала на простых примитивах попробовала распределить элементы. Отрисовывать сразу итог я бы не стала, только зря потратите время, правда. Поэтому сделайте просто примитивы, кружочки, квадратики, ромбики. Примерно то, как вы видите ваши элементы. То есть, если это циферка, скорее всего, она будет небольшая, будет в кружочке, в квадратики. Если это текст, то он будет в каком-то прямоугольном блоке. Если это какая-то выноска или сноска, или какой-то небольшой элемент в виде картинки, то можете плюс-минус как-то через примитивы изобразить это. Так будет проще, потому что если вы сразу начнете все отрисовывать, вы не совсем будете по массам понимать, как оно между собой работает. И когда я сделала именно такие болванчики, я лучше поняла, как все работает. И вот тут был момент очень странный. Казалось бы, все работало хорошо, я все сделала. Но стоит включать у себя в голове еще такой принцип, как бы это объяснить. Например, вы видите, что ваша карта стала супер перегруженной. У меня вот был момент, что я не знала, какую сносочку делать в виде флажочка, в виде канатика или в виде канатика с бубончиком. Все такие канатик с бубончиком, просто пушка, просто вот Даша оставляй, будет супер, 10 из 10. Но черт, у меня и так все перегружено, куда оставляй. То есть вы должны иногда задуматься, что стоит оставить, а что стоит упростить. И это очень-очень важно. Не перегружайте свой дизайн, потому что потом появится еще персонаж, потом появится фон, и это реально может все превратиться в кашу, и игрок просто не будет видеть, где и что. Все эти рамочки, все эти штучки, это все здорово, но надо все делать в меру. У меня, например, это не совсем в меру, потому что моя цель в разработке карточной игры как раз-таки было порисовать. Поэтому тут можно мне немножко простить. Но если вы выступаете как бы профессионалом, который работает в этом, я думаю, вы и без меня будете знать, что вот так перегружать не стоит. Тоже по поводу того, что оставить и что убрать. Всегда можно, кстати, что-то упростить или убрать. И вынести какие-то элементы на, например, памятки. Вот у меня часть вещей будет вынесена на памятку, которая будет раздаваться каждому игроку. Это просто маленькая такая, маленький вкладыш, в котором будут рассказаны какие-то важные вещи о игре. И вот эта памятка, она будет помогать новичкам в игре. Все равно, вот как бы мне не говорили, что можно сразу все запомнить, нет, нельзя запомнить. Все равно, если вы там первые 10 партий играете, вы не запомните все. Вы будете лезть в правила. Поэтому памятка – это важная вещь, которую стоит сделать. Если у вас такая памятка есть, то в каких-то вещах вы можете как-то что-то упростить. Мне в этом плане немножко повезло, потому что у меня есть хорошая подруга Оля, которая занимается UI-дизайном. И она мне помогла просто свежим взглядом посмотреть на мой дизайн. Она работает в компании PlayerX, занимается там как раз-таки дизайном для игр, правда, мобильных, не настольных. Но принцип, мне кажется, реально везде одинаковый. И вот Оля, она посмотрела и сразу говорит, Даша, Даша, ты что, блин, засунула в правую часть, в нижнюю часть, в свои самые важные элементы. Как я сказала, у меня самые важные элементы – это сила карты и сила стаи. То есть сила персонажей, сила стаи. И я засунула первоначально эти цифры, получается, вправо вниз, где человек будет держать свой большой палец, когда будет держать эту карту. Кажется мелочь, но это нужно учитывать. Поэтому, ребята, справа снизу ничего не делаем важного. Вы можете туда что-то записнуть, но не самое важное, как это вышло у меня. Поэтому вот из тех прототипов, которые у меня как бы были первоначально, по факту только несколько были нормальными. Тех, в которых важная информация не находилась в правой части, в нижней части. То есть сверху окей, снизу нет, потому что когда вы держите карту, у вас там находится ваш большой палец. Это как раз-таки относится не только к настойным играм, а к компьютерным приложениям тоже. Учитывайте эти элементы, учитывайте то, как будет пользоваться вашей игрой игрок, как ему будет комфортно. Потом Оля еще подсказала такую вещь, что, в принципе, можно убрать значок с биомами. У меня вот был значок биома, и он еще такой супер у меня крупный, большой, даже больше, чем, получается, сила карты. Хотя я говорю, я говорю, что сила карты – это самое важное, но все равно почему-то делаю ее меньше. Вообще биом в моей игре важен. То есть этот значок, в принципе, важен. Но так как у меня фоны очень и так показательные, кому какой биом принадлежит, мне этот значок не так уж и пригодился бы. Ну, то есть его можно убрать и ничего не потерять. Если у вас, например, очень плохо считываются биомы, ну, к примеру, или какие-то вещи плохо видны и не очевидны, тогда, конечно, стоит иногда значки оставлять. Но если, например, вы, в принципе, можете что-то убрать и ничего не потерять, или потерять, но совсем-совсем чуть-чуть, иногда я бы советовала тогда убрать, потому что это поможет сделать дизайн приятнее. Какие-то важные элементы, ну, вы сможете лучше показать, и игрок сможет их быстрее считывать и играть нормально. Реально нормально. Также хочу взять сейчас под рукой карты, тоже с разными дизайнами, и прокомментировать, ну, типа, что мне, например, не нравится. Опять же скажу, я не профессионал в этом деле, но, как бы, дизайном я занимаюсь, и хоть дизайн не игровой, какие-то вещи все равно, мне кажется, работают везде. И, например, вот игра страшные сказки, которая, в принципе, неплохая по геймплею, но касательно дизайна много вопросов. Например, первый вопрос, почему такая большая рамка и такой супермаленький текст? Как бы карта сама по себе небольшая, ну, места хватает, зачем его таким мелким делать? А вопрос второй, зачем вот эта рамка вокруг этой рамки с текстом? Опять же, типа, зачем? Что это? Про обозначение биома, да? Видите, как бы у нас и так понятно, что это какой-то биом, но еще вынесено значком, да, желтеньким. Это ладно, это окей. Но эта информация не так важна, как информация сверху, где у нас указана вот эта, получается, кувалда и вот этот значок желтенький. Ну, камон! Эта информация намного важнее, но она где-то там сверху, размыта, еле видна, очень нечеткая, зато, блин, желтым показано, что вот это отдельный у нас биом. Но это и так по картинке, блин, понятно. У вас все картинки супер уникальные, супер красивые. Зачем? Ну, реально, очень много вопросов. Потом по бокам вот эти штуки. Почему они такие маленькие? Почему они так странно обозначены? Обозначены, обозначены, господи. С логотипом тоже много вопросов. Я не буду его комментировать. Ну, то есть, какие-то такие вещи, которые очень важны. Я, например, не вижу разницы между важностью, вот то, что нарисован кристаллик, да, два, и важностью какой-то биом. По важности сейчас они одинаковые, хотя это два разных типа информации, которые должны выделяться игроку сразу, чтобы он, держа в руках, или там в колоде, или просто, когда кладет на стол, сразу понимал, что к чему, куда ему смотреть, что ему считывать, и что ему в первую очередь увидеть. Например, эпичные схватки боевых магов, да, тут намного все лучше. У нас, как бы, суперудобно все расположено. Единственное, конечно, вот с правой стороны у нас заводила три. Это, конечно, я бы вынесла, возможно, сверху лучше, как сделала это у себя, потому что, ну, опять же, держим мы вот так, ребята, вот так держим, и это неудобно. Скрываем прям то, что нам нужно. Но, в основном, мне нравится. Тут и текст, как бы, покрупнее, и шрифты намного приятнее. То есть, прям видно, сделан какой-то шрифт специально для игры, где наше название иллюстрация отдельно, все штучки отдельно. Они очень хорошо читаются, они выделены цветом, они выделены значком, они подписаны текстом. Поэтому в этом плане намного лучше все. Рикки Морти. Ну, в Рикки Морти странно говорить за дизайн, он тут, как бы, по факту отсутствует. Это просто скриншоты из мультика, которые вклеены на какую-то подложку, написано название карты, и снизу очень странным шрифтом текст, который даже, как я думаю, не уникальный, никак не разрабатывался под дизайн. Ну, по факту, тут отсутствие дизайна. Это сделано, знаете, на коленке за пять минут, склепали из того, что было, и вот игра. И вот она продается хорошо, поэтому тут даже, как бы, обсуждать нечего. В общем, суть, я думаю, вы понимаете. Как бы берем самое важное и делаем на самых видных местах то, что важно игроку. Остальное все можно вписывать. Какие-то мелочи, какие-то элементы это круто делать. Можно там прям извращаться как угодно, но я бы советовала все-таки и какие-то элементы делать доминирующие, например, более лаконично, не перегружая деталями, а какие-то элементы тогда, например, чуть-чуть усложнить. Грубо говоря, это обычная работа с массами. Это есть в иллюстрации, это есть в дизайне, где есть какая-то большая, например, не перегруженная часть и какие-то уводящие части, например, с большей детализацией. Часто, возможно, видели там иллюстрации, где делают суперпростой рендер, но самое важное, например, там блики в глазах, их уже там просто прорисовывают супер-супер детально, потому что человек, когда будет смотреть на эту иллюстрацию, он увидит вот этот взгляд, его взгляд увидит взгляд самой важной в иллюстрации и считает все остальное, как бы даже если вы не будете прорабатывать дотошно. Надеюсь, мои объяснения были понятны для вас, надеюсь, я хоть что-то смогла вам полезное донести. Что касается второго вида карт, второй вид карт у меня это оружие. В оружии там у меня все попроще, у меня только описание карты, картинка, собственно, и будет значок, то есть описание, название, значок. И значок будет просто изображать то, что есть в описании карты, чтобы человек... Там, в принципе, у меня описания карт мало, их вроде четыре типа, и четыре типа все-таки реально запомнить, и человек просто, видя по значку, будет понимать, что эта карта вообще делает. И ему не нужно будет читать описание. То есть первые разы ему нужно будет читать описание, а потом он сможет уже понимать, что эта карта значит просто по значку. Потому что картинки будут разные, но значки одинаковые, то есть там их четыре вида. И поэтому, ну, я решила, что и текстом напишу, и значком. И когда человек запомнит, он уже по значку быстро сможет считывать. Но опять же, посмотрите, значок большой, значок важный, значок на важном месте. То есть у меня сначала был снизу, опять же, Оля сказала, никакого снизу, никакого сбоку. Идем вверх, все, значок вверху, все читается, все видно, все сразу понятно. Поэтому, возможно, опять же, это вам поможет. И, не знаю, вы сможете это применить у себя в каких-то ваших проектах. По поводу шрифта, на шрифт сейчас не смотрите. Я хочу сделать отдельный ролик, где расскажу как раз-таки про шрифт и про логотип. Это еще две важные вещи, которые, мне кажется, должны учитываться при разработке дизайна каких-то проектов. Не важно, это комиксы, это ваши какие-то игры, настольные игры, да все, что угодно, где есть текст. Почему-то люди как-то не очень запариваются над этим. Например, как в картах Рики Морти, налепили всего, скачали и так далее. А то, что многие тексты нельзя использовать без авторских прав или покупки лицензии, а как создавать свой, например, текст, а как сделать логотип более-менее нормальным, об этом, я бы хотела поговорить в следующем ролике про разработку игру, но только при учете, если вам это интересно, если вам это нравится, пожалуйста, напишите об этом, поставьте ролику лайк, я не знаю, порекомендуйте его кому-нибудь, чтобы я понимала, что вам это действительно интересно, потому что проект все-таки личный, проект тяжелый, проект, который, ну, не знаю, не особо хочется прям распространяться о нем, но если действительно кому-то это интересно и полезно, я буду рада продолжить серию роликов. Также спасибо ребятам с Патреона, благодаря кому вообще я могу делать свою настойную игру, огромное вам спасибо, на моем Патреоне также есть очень много постов касательно других сфер и разработки игры, где я записываю подкасты, где я рассказываю о всех-всех-всех этапах разработки, поэтому подписывайтесь, уверена, вы найдете там что-нибудь полезное и для себя. На этом все, до следующей недели, до следующего ролика, всем спасибо за просмотр и пока! Поддержите улитку чиканной монетой, чиканной монетой, воу-воу, поддержите улитку, сочтется вам это, сочтется вам это, воу-воу.